Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Елена Керн. Смотрите выпуски. Александр Бричалов представлен и приступил к исполнению, что Республике пообещал новый руководитель. Новые факты коррупции в Министерстве транспорта, взятых с таксистов, было больше. Следственный комитет называет цифры. Медкомиссия для призывников военком Удмуртии рассказала, сколько солдат отправится в войска и кому дадут отсрочку. Дошутили сижевские КВНщики, штурмуют премьер-лигу впервые за 10 лет. Чем смешат, расскажем. Александр Бричалов сегодня начал исполнять обязанности главы Удмуртии. Депутатом и министром его представил полпредпрезидента в Приволжье Михаил Бабич. Новому руководителю Республики 43 года у Александра Бричалова большой послужной список. Он юрист, возглавлял Общественную палату России, активист Общенародного фронта, а еще спортсмен-марафонец. Волевые качества и личные знакомства в правительстве страны и президентской администрации – это то, что должно помочь в новой должности. Так полпред напутствовал Александра Бричалова. А что он сам думает о своем назначении, какие планы строит, выяснила Оксана Худякова. Все, что сегодня происходило в здании правительства, очень напоминало события трехлетней давности. В 2014 полпредпрезидента страны именно в этом зале представлял Республике нового главу Александра Соловьева. Теперь он под следствием заведено в уголовное дело. Указом президента отстранен от должности в связи с утратой доверия. Это не единственная проблема в регионе, объясняет полпред. Целый ряд вопросов социально-экономического характера требует серьезной перенастройки нашей работы. Внутриполитическая ситуация в регионе, по сути дела, вышла из-под контроля главы региона. Многочисленные конфликты с местным самоправлением. Снижение рейтинга главы региона за два года почти на 23%. Возросший государственный долг сегодня составляет 96% от собственных доходов Республики. А еще зарплатные долги одни из самых высоких в округе. Решать эти проблемы президент поручил Александру Бричалову. Ему 43 года, женат, у него двое детей. До этого был секретарем общественной палаты, сопредседателем Общероссийского народного фронта, где курировал вопросы оптимизации контроля госзакупок. А еще входил в президентский совет по противодействию коррупции. Для меня решение президента, назначение меня временно исполняющим обязанности главы Удмуртской республики, это с одной стороны честь, с другой стороны это большой вызов. И как с любым вызовом, можно справиться только сообща, только команда. Я очень надеюсь, что мы с вами такой командой станем. Как собирается формировать команду, новый руководитель региона объяснил уже, общаясь с журналистами. Своя команда, это значит, сколько нам человек в правительство входит перевезти из Москвы. Это нереально. Я уверен, что здесь работают профессиональные люди. С каждым человеком, кто сейчас работает в правительстве, мы будем работать. Естественно, опять же, третий раз подчеркну с ориентиром на эффективность. Этой команде предстоит сделать главное – преодолеть кризис доверия к власти. В республике сильное промышленное, сельскохозяйство и достойные кадры. С таким напутствием полпред обратился к новому руководителю республики. Есть объективные проблемы, которые накопились, но при этом у республики хороший потенциал. Самая важная задача сегодня – это вернуть доверие населению. Чтобы вот этот случай, который произошел, ситуация, которая сложилась с главой региона, не была тенью для всей власти на последующий год. Власть, особенно региональная, должна быть максимально открыта. Вот то, что я вам обещаю, то, что мы с вами вместе будем и общественный контроль осуществлять, и вникать в проблемы, какие бы они ни были тяжелыми и, может быть, в этот момент нерешаемые, но вот закапывать и прятать или, не дай бог, придумывать какие-то там отговорки или тем более фальсифицировать, вот этого точно не будет. Граждане республики заслуживают открытого, честного диалога и стремления к решению их проблем. Вот давайте это вместе с вами делать. Временно исполняющим Александр Боричалов говорит до осени. Выборы главы республики пройдут 10 сентября. Их совместят с выборами депутатов госсовета. Но о своем участии новый руководитель региона пока ответил уклончиво. На выборы пойдем. Давайте подождем. Оксана Худякова, Андрей Бусыгин, телеканал «Майя Удмуртия». Новые факты по делу о коррупции в Республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства озвучили сегодня в Следственном комитете. Я напомню, в начале февраля следователи арестовали начальника одного из отделов министерства, сотрудника ведомства, подозревали в получении взятки в размере 52 тысяч рублей. Сегодня Следственный комитет сообщил о новых фактах по делу. Следователи считают, что вместе с коллегой чиновник незаконно получил 600 тысяч рублей. В деле добавилась и новая уголовная статья о препятствии предпринимательской деятельности. Следствием установлено, что в 2016 году обвиняемый в целях склонения одного из предпринимателей в систематической передаче взяток препятствовал его законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозкой граждан легковым такси. Он незаконно привлекал предпринимателя к административной ответственности и создавал иные условия, ограничивающие его права в сфере занятия данным видом деятельности. По словам следователей, расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные и оперативные мероприятия. И к другим новостям. Чуть больше месяца остается до праймерис кандидатов от «Единой России» в республиканский парламент. Официальные кандидаты на участие в едином дне предварительного голосования получили уже 150 кандидатов. Сегодня члены регионального оргкомитета «Праймерис» проверили, все ли готово к внутрипартийному голосованию. Репортаж Дмитрия Вороновнина. Это 8-я общеобразовательная школа «Ижевска». 28 мая здесь будет развернут один из избирательных счетных участков. Антураж, комфорт, атрибуты голосования, как все это будет выглядеть в «Единый день праймерис» проверяют члены регионального оргкомитета. Все будет как на обычных выборах, то есть будет оформлен информационный стенд для избирателей, будут установлены формы для бюллетеней, будут установлены кабинки для голосования. Учли организаторы и нюансы прошлого года. 22 мая в «Единый день» предварительного голосования по выдвижению кандидатов в Госдуму на многих участках были очереди. Сейчас, похоже, это исключено. В этом году у нас членов счетных комиссий чуть-чуть увеличилось. Спасибо организационному комитету, которые услышали нас. И в прошлом году у нас выстраивались большие очереди из желающих проголосовать за того или иного кандидата. Даже очереди выходили на улицу, поэтому в этом году количество членов счетных комиссий увеличилось с 3 до 5. Всего будет открыт 241 участок. Это 20% от общего числа всех избирательных участков на территории Удмуртии. На участие в предварительном голосовании подано уже более 150 заявок, и число это постоянно растет. Ежедневно регистрируются 3-4 новых кандидата. Очередные официально получили зеленый свет на сегодняшнем заседании оргкомитета. Кто за? Прошу проголосовать. Спасибо. И здесь же было объявлено, ожидается, что в предварительном голосовании примут участие около 10% всех избирателей Удмуртии. Актуальным остается вопрос, куда приходить голосовать. Вся информация по избирательным участкам вскоре будет доступна любому желающему. В ближайшие несколько дней на сайте предварительного голосования pgr.ru будет выложена адреса участков, чтобы каждый, кто желает на сегодняшний день, принять участие в предварительном голосовании, зашел на этот сайт, указал адрес своего места жительства, и автоматическому режиму система ему выдаст тот участок, на котором он голосует. Напомним, что единый день предварительного голосования Единой России состоится в воскресенье 28 мая в тех регионах, где 10 сентября пройдут выборы в региональные парламенты. Дмитрий Вороновин, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». В России начался воинский призыв. Из Удмуртии войска будут отправлены 1100 человек. Об особенностях весеннего призыва сегодня рассказали военкомате республики. И главной из них – изменились условия предоставления отсрочки от армии. Ксения Мороз продолжит. Сегодня в военкомате Удмуртии проходят медкомиссию те учащиеся, кто планирует поступать в военные вузы страны. В военно-медицинскую академию имени Кирова собрался поступать. Почему это академия? Ну, потому что учат они хорошо, хорошие зарплаты, хорошие гарантии жизненные вообще. Я прохожу военную медкомиссию для поступления в военную академию связи. Я выбрала именно ее, потому что, во-первых, у нас в России мало вузов, куда берут девушек, а там девушки получают именно инженерное образование, военно-инженерное. За время весеннего призыва в республике через медкомиссию пройдут около 8 тысяч человек. И только 1100 отправятся служить в армию. Традиционно половина призывников пополнят сухопутные войска. Далее в списке военно-космические, ракетные войска, флот. В Нацгвардию и ВДВ квоты самые небольшие. Если раньше мы половину призывников фактически направляли в воинские части, дислоцирующиеся на территории нашего военного округа, то в этом году на территории округа останутся служить чуть больше 20%. То есть только каждый пятый. Остальные все-таки разъедутся в более отдаленные воинские части. Годными к воинской службе в Удмуртии признаются почти 70% ребят. Треть получают отсрочку по состоянию здоровья. Причина освобождения ребят от военной службы у нас на первом месте – это болезни системы кровообращения. За прошедший год, за осенний призыв, они составляют 22,9%. Для сравнения по округу этот показатель равняется 11,4%. Видите, разница в два раза. Значит, над этой проблемой мы тесно работаем, может, с Минздравом. Итак, справку о наличии гипертонии в военкомат приносит каждый пятый призывник. На втором месте – психические расстройства, почти 15%. На третьем – болезни органов пищеварения. Завершают список заболевания костно-мышечной системы. С этого года начала действовать еще одна законная причина отсрочки от воинской службы. Она касается тех юношей, кто учится в заведениях среднего профессионального образования. С этого года студенты СУЗов освобождены от армии до окончания учебы. И те, кто поступает, и те, кто уже учится. Первую партию призывников в военкомате Удмуртии планируют отправить в войска в середине апреля. Все ребята, кого призовут в эту кампанию, должны прибыть в своей части к 8 июля. Ксения Мороз, Юрий Дрозов, телеканал «Моя Удмуртия». Республиканский парламент предлагает приравнять электронные сигареты к обычным, а значит распространить все запреты и на так называемые вейпы. Всего за пару лет бестабачные курительные смеси стали очень популярны. Но безвредность, заявленная производителями, оказалась мифом. Как пояснила председатель парламентской комиссии по здравоохранению, в смесях для вейпов обнаружено около 40 канцерогенных веществ, опасных для здоровья. Уже доказано, есть группы риска на сердечно-сосудистые заболевания, на заболевания легких. Они усиливают эти заболевания у пациентов. И плюсом уже зафиксировано несколько факторов взрывания этих сигарет и получения ожогов лица у потребителей. Отдельно закон, уравнивающий обычные электронные сигареты, в республике не принять. Парламентарии выходят с инициативой в Госдуму. Подобные предложения вносили уже несколько регионов, а более 10 государств мира вейп у себя уже запретили. Сегодня Удмуртстат официально озвучил итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории нашей республики. Напомню, она проводилась с 1 июля по 15 августа прошлого года. Основные цифры, которые интересовали переписчиков, площади сельхозугодий, поголовье скота, количество сельскохозяйственных культур. Полученные данные уже дают специалистам пищу для размышлений. Уже сейчас просматривается ряд довольно значительных моментов, указывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные структурные изменения. Например, количество сельхозорганизаций в 2006 году составляло 1001 объект, а уже в 2016 году оно снизилось до 400. За 10 лет в Удмуртии в 40 раз снизилось количество крестьянских и фермерских хозяйств. А вот число индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, наоборот, увеличилось почти в 5 раз. Все эти данные уже переданы в Москву. Они станут основой для новых федеральных программ по развитию сельского хозяйства, а также позволят скорректировать государственную политику в области импортозамещения продовольственных товаров. В Ижевске появится «Мама на час». Это программа помощи семьям с детьми-инвалидами. Официально называется «Передышка». Кураторы объясняют, почему. Чтобы родители могли немножко отдохнуть, отвлечься от повседневных проблем, заняться какими-то своими, ну, возможно, делами, отправиться там, например, в больницу, по каким-то, может, рабочим делам, семейным. И чтобы уже не отвлекаться, могли передать своего ребенка на уже обученного профессионального человека и не беспокоиться о нем. От Удмуртии обучение прошли 12 специалистов. Ижевск – это третья площадка в России, где будет оказываться такая поддержка. Уход за ребенком с инвалидностью требует от родителей больших усилий и занимает практически все время. Полезна передышка и детям – это общение с новыми людьми и новые впечатления. Старт проекта намечен на вторую половину апреля. Обнародованные результаты досрочного этапа ЕГЭ. В нем приняли участие выпускники прошлых лет, которые раньше сдавали экзамены в основную волну. На сегодняшний день те предметы, которые прошли, они проведены в штатном режиме. То есть во время проведения экзамена никаких нарушений, сбоев не было. Отличительной особенностью этого этапа, что мы впервые в пунктах проведения экзамена, то есть у нас их два пункта, опробировали и достаточно успешно новую технологию – это печать контрольно-измерительных материалов в пунктах проведения экзамена. Предварительный этап ЕГЭ пройдет до 14 апреля, и уже известны результаты экзамена по информатике и географии. Эти предметы сдавали около 40 выпускников прошлых лет. Максимальный результат по географии – 96 баллов. 10 апреля станут известны итоги ЕГЭ по русскому языку. Ну а студенты в промежутках между сессиями живут, как известно, весело и играют в КВН. Известная в республике команда ФУК стала новичком премьер-лиги КВН. В ней команды из Удмуртии не выступали уже 10 лет. Сейчас ижевские КВНщики готовятся к новой игре. Смешные ли шутки повезут в Москву, знает наша съемочная группа. Директор этой КВН-команды Егор Савельев – самый серьезный человек в коллективе. Ему не до шуток. И собрать на репетицию своих подопечных, которые ни секунды не стоят на месте и фонтанируют юмором, их боссу ох, как непросто. Так, подняешься с нами. Слова помнишь? Ну пусть он делает это. Нет, ты. Да не буду я. Ну сделай что. Раз, пять, пять, четыре. Этим веселыми, находчивыми ребятами из команды факультета управления качеством действительно нужна жесткая рука. Отменный организатор Егор Савельев сделал недавно все, чтобы его коллектив стал сенсацией национального фестиваля «Кивин-2017» в Сочи. В соперниках у ежевчан были 500 команд, но именно факультет завоевал важный приз – путевку в финал премьер Лиги КВН. Показали себя на этом фестивале. Сначала показали редакторам, потом показали Александру Васильевичу Маслякову, что дало нам ту самую путевку, даже жюри и Масляков отметили нас. В премьер Лиги КВН команды из Удмуртии не играли уже 10 лет, а потому подготовка к поездке в Москву идет сейчас кропотливая и сложная. Отбирается репертуар, сочиняются шутки. Вот эта, например, родилась сегодня прямо на сцене. Вот ты вообще знаешь, кто я? Да ладно, бачка! Что там? Вообще, как вы с тобой разговариваете? Между прочим, перед вами леди! Леди Масла после шпрот не добиваю! Фишка этой команды – текстовые шутки. Весь упор на них, но и в музыкальном конкурсе, и в конкурсе капитанов, и в домашнем задании факультет управления качеством зал рассмешит на раз-два. Чужие гуси его щипают, чужие гуси шепчут ему. Во-первых, мы делаем акцент на какую-то оригинальность, на самобытность команды, на внешние образы, персонажи. Стараемся максимально удивлять зрителя, шутить нестандартно, не плоско, нелинейно, и использовать какие-то актуальные, злободневные темы. Покорять премьер-лигу ижевские КВНщики поедут в мае. Дмитрий Вороновин, Юрий Зелененький, телеканал «Майя от Муртия». И последние синоптики наконец-то обнадежили. Настоящая весна на пороге. Среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через ноль в сторону повышения. Однако ночной минус в отдельные дни еще будет наблюдаться. По данным Удмуртского гидрометеоцентра, до субботы включительно в центральных и южных районах Удмуртии будет наблюдаться преимущественно сухая погода. По северным районам временами пройдут небольшие осадки. Будет ветрено, но ветер уже южного направления. Завтра днем до плюс 7. К субботе дневная температура повысится до 10 градусов. В воскресенье пройдет первый весенний дождь. На этом все. Далее новости спорта с Дмитрием Вороновниным. Еще больше новостей на нашем сайте myudm.ru. Хорошего вечера и до встречи.